Следующий разговор. Пора сравнить и посмотреть, что такое чистая зима с сестрой сезоном чистая весна. Чистые весна имеют смелость порой окрашиваться в более темные цвета. И самое удивительное, что получают при этом очень интересный эффект. Окрашиваясь, попробую вам нарисовать, окрашиваясь в тёмный цвет, я не говорю о том, что это какой-то правильный поступок, но как эксперимент он интересен. Окрашиваясь в тёмный цвет, они получают обычно какой-то эффект бледной кожи и сумасшедшие глаза. То есть вот эта вот, так сказать, чистота, которая в них всё-таки присутствует, даже если мы о ней не знаем, да, даже если мы визуально её не нашли, начинает прорываться наружу. И получается очень интересный эффект. Бледность, конечно, у них будет как бы такая вот прям своеобразная. Будет ощущение, что да, парик мы надели. Но в то же время вот эти вот яркие выразительные глаза будут давать тоже удивительный эффект. И если мы активно используем чистоту, да, то будет даже, будет странно, но будет очень интересно. И вот в этот момент, пожалуй, единственный, когда можно спутать чистую весну с чистой зимой. Потому что сами по себе они, конечно, стоят на ней, ну, как сказать, практически не пересекаются они по светлоте, да, имея базовую характеристику глубину и полностью отсутствие глубины у чистой весны. Я имею в виду, у чистой зимы базовая характеристика глубина, у чистой весны вообще глубины нет. То есть им по глубине, как бы, они даже никак не пересекаются. Но если эта глубина искусственно, допустим, добавляется, то мы получаем эффект внешности, смахивающий на чистую зиму. Получилось у меня на картинке вам показать? Да, будет грубовато, но будет какой-то удивительно сумасшедший эффект глаз. То есть если одежда при этом используется яркая, то это будет всех сводить с ума. То есть будет ощущение, блин, как-то интересно, как-то эффектно, странно, но эффектно. То есть вот это, пожалуй, тот случай, да, когда, например, чистая весна может залезать на территорию чистой зимы. Кстати, про чистую зиму, да, про чистую зиму, пожалуй, тоже можно сказать что-то подобное. Некоторые чистые зимы практикуют либо окрашивание в блонд, да, либо куда-то в более светлые, так сказать, оттенки иногда с теплотой. И будучи не самым отчётливо холодным колоритом, они это проживают порой с гораздо большей лёгкостью, чем, например, это даётся, естественно, там, с светлой зиме. Да, то есть гораздо с меньшими потерями для внешности. Давайте что-нибудь такое изобразим, да. Встречали мы такие случаи. И вот тогда вообще не разберёшь, что это такое. И так далее. То есть, ну, это я, конечно, несколько схематично вам идею подаю. Но что здесь самое главное? Вот эти бешеные эксперименты можно проводить, если вы используете достаточное количество ключевой характеристики в портретной зоне. То есть, если вы можете позволить, ну, мало ли, да, всякое бывает, да, встречается и артистическая среда среди клиентуры, да, и кто-то творческий придёт к вам на консультацию и скажет, я не знаю, что, но я хочу быть рыжим. Я не знаю, какой я колорит, мне плевать. Сделай так, чтобы на мне хорошо смотрелся рыжий волос. Это нормальная, реальная задача, можно её решить. Вы теперь после курса все знаете о том, как. Потому что чем больше мы во внешности ушли от природных оттенков, тем большее количество ключевого цвета или ключевых оттенков в сумме могут это компенсировать. Продолжение следует...